Сегодня Юрий Дудь – одна из самых значимых персон на всем русском медиапространстве. За очень короткий срок о нем узнал практически каждый, и он стал лидером мнений. Безусловно, Юрий – один из лучших в своем деле. Но все чаще я стал ловить тебя на мысли, что смотреть его интервью с каждым разом становится менее интересно. И это не только мое ощущение. В своем инстаграме я провел опрос, где около 70% подписчиков ответили, что раньше просмотр интервью увлекал их больше, а около половины людей и вовсе считают настоящий контент неинтересным. Раньше интервью Дудя прямо как-то вот бах и раскрывало людей с новой стороны. Его интервью перестали быть событиями, пропал тот резонанс и массовая заинтересованность. Раньше, после просмотра, весь Ютуб, и в том числе я, начинали анализировать, разбирать его интервью, высказывания, слабые и сильные позиции и так далее. А сейчас этого нет. Мне кажется, что у людей складывается ощущение незавершенности, как будто человека раскрыли не до конца. Эдуард, это правда, что вы нацист и фашист? Ну, если вам так нравится, пускай будет так. Многие со мной могут не согласиться. Кому-то его новый стиль нравится даже больше. Однако, в данном видео я хотел бы выразить и аргументировать лично свою точку зрения, которая не претендует на единственную верную. Поэтому приступим. Погнали! Примерно год назад я решительно настроился создать свой англоязычный канал на эту же тему. И даже перевел пару роликов. Но, чтобы записать эти видео, требуется четко и внятно произносить текст. А уровень английского у меня, честно говоря, хромает. А нанимать отдельного переводчика не хочется. Так как это будет являться дополнительной мотивацией изучить язык. Совсем недавно я наткнулся на один сервис, который называется Кэмбли. И это казалось то, что мне нужно. У Кэмбли 100% репетиторов это носители языка. Есть англичане, американцы и так далее. Можно подбирать под свой вкус. Ирландский, господи, посмотрите. Нет русских преподавателей. А для меня это идеальный вариант, чтобы выйти на англоязычную аудиторию. И даже круто то, что можно менять репетиторов и расширять свой коммуникативный бэкграунд. Если какой-то один не понравился, например. И такая система не создает чувство неудобства, что ты кому-то отказал. Даже рейтинг есть. Это очень удобно. Система отзывов. Смотришь визитную карточку, смотришь компетенции. English very bad. No, your English is okay. Ребята из этого сервиса предоставили мне мой промокод, по которому можно получить бесплатное занятие в 10 минут. И не нужно вводить никаких банковских карт. Регистрируешься, общаешься. А если нравится, оформляешь подписку. По-моему, это очень удобно и честно. Переходите по ссылке в описании. Я оставлю ее там. Кому нужно прокачать свой разговор на английский. И воспользуйтесь промокодом mental. Так как он вас ни к чему не обязывает. Рекомендую даже приходить тем, кто не интересуется английским. Это реально очень здорово. Хотя бы попробовать 10 минут пообщаться и посмотреть, как устроен сервис. По-моему, прикольно. Я даже не знал, что такие есть. Что же происходит с каналом Вдуть сейчас? Он по-прежнему появляется на первых вкладах тренда. Но тех старых ощущений желания разбирать уже не возникает. Некоторые из вас могут отметить. Юра стал приглашать на интервью людей, которые интересны ему. Изначально он приглашал гостей, находящихся на волне популярности. Он не смотрел на свое отношение к ним и мог остро, порой даже грубо задавать вопрос или высказывать свою точку зрения. Если эти люди со мной чем-то не согласны, мне не придет в голову посылать их. Потому что это неуважительно по отношению к тем, благодаря кому у меня все вот это сейчас есть. Ты ошибаешься? Сейчас это герои, неизвестные широкому зрителю. Люди, которыми восхищается сам автор и желает поведать о них в своих интервью. На мой взгляд, это нормальная история. Не каждое интервью должно вызывать шумиху, яркие обсуждения. Да и сам автор вправе приглашать того, кого считает нужным. Быть может, популяризировать малоизвестных, но талантливых людей – это правильно. Придет еще 10 крутых чуваков. Все, у нас в стране, кстати, мало. Вот ты не задержишься в рамках интервью. Это трансформируется частично во влог. Однако нельзя сказать, что он приглашает только их. Были Моргенштерн, Навальный, Некст, Щербаков, Собуров и другие. И, казалось бы, интервью, где можно разгуляться. Но такого не происходит. Хотелось бы сразу развеять миф о том, что исключительно гости влияют на увлекательность выпуска. Когда нам абсолютно все равно, с кем интервью, лишь бы оно было интересным. Точно так же нам абсолютно все равно, какая, у какого уровня звезда дала интервью. Но если это интервью плохое, оно идет лесом. Подумайте сами. Чье интервью вы посмотрели бы с большим желанием? Юры? Какого-нибудь Влада А4 или безымянного интервьера? Вряд ли бы выбор пал на двух последних, не так ли? Все потому, что Дудь уже сделал себе имя и выстроил определенные ожидания у аудитории. Он знает, какие вопросы задавать, чтобы полностью раскрыть личность. Он может создать конфликт и умеет играть на тонких струнах нашей души. То есть выбор продиктован сформированным авторитетом и репутацией интерьера, а не одним лишь гостем. Также не стоит забывать о том, что гости способны повлиять на увлекательность интервью своим контентом, подходом и риторикой, как, например, было с Антоном Птушкиным и Моргенштерном. Благодаря выбранному формату Дудь просто дополнял и развивал его. С Антоном путешествовал, а с Моргенштерном ходил по квартире, генерируя новые условия для раскрытия личности. В выпуске с Антоном провокаций не было совсем, и это там было бы неуместно. А вот Щербакова, Соборова, Колесникова и Моргенштерна стоило бы поставить в несколько другие рамки, чтобы раскрыть их глубже. Чтобы выяснить истинную причину потери увлекательности, необходимо ответить на вопрос. Как и благодаря чему Юрий Дудь стал популярен и завоевал массового зрителя? Первое его интервью вышло 4 года назад, 7 февраля 2017 года. На канале появилось часовое видео с рэпером Бастой, что для того времени было почти немыслимым хронометражем. Однако немыслимо это было лишь на первый взгляд. На самом деле Юра одним из первых создал формат, который был нацелен на тогда еще свободную, осмысленную аудиторию разного возраста. Телек в России окончательно умер. Людей, у которых есть мозги, в стране по-прежнему очень и очень много. Им хочется смотреть более свободный, гораздо менее скованный чем-либо контент. Огромным толчком для него послужила популярность личностей, у которых он брал интервью. А провокационной риторикой и уникальный формат стали отправной точкой его известности. Ты гей? Хороший секс или хороший стейк? В таких сценах ты испытываешь реакцию? Есть ли геи по фракции ЛДПР? Мне это неинтересно. Вопросы в стиле, сколько ты зарабатываешь денег и ты дрочишь? Это может тебе интересно. Мне нет. То же самое сейчас происходит в сфере юмора, которую мне бы было очень интересно рассмотреть. Дайте знать в комментариях, если эта тема вызывает у вас интерес. Дудь рвал шаблоны, разрушал стереотипы. Как ты относишься к куннелингусу? Что происходит в комнате, когда сразу три человека кончают? Чеченцы. Искали тебя по всей России. Ну согласись, что Шуругина сексуальная баба. Ну да, такая. Было бы мне лет, ну сколько ей. Не всем нравилась его манера, конечно же. Кого-то раздражали слишком смелые, дерзкие и порой даже неуместные вопросы. Но главное, это обсуждали почти все. А когда тебя интервьюируют, ты понимаешь, что это не мастерский журналист, который завел в тупик. Это просто отсутствие этики. Отсутствие принципов. Большинство отзывов были положительными. Вот как о Юре высказался музыкант Сергей Шнуров. Я считаю, что не хватало настоящей журналистики. Дудю просто аплодисменты и респекты. Или Егор креет еще до своего интервью. Классный чувак. Один из самых талантливых интервьюеров и журналистов прямо сейчас. Сейчас каждый известный журналист имеет тактику и образ ведения интервью. Например, у Собчак она откровенно провокационная. У редакции информационная. А у, например, Познера более эмпатическая. Юрий Дудь тому не исключение. Его тактика основывалась на нелинейности. Вопросы шли хаотично и затрагивали самые разные сферы жизни. Тысячу шагов вперед продумывает, как взяла так, чтобы все было чин-чинарем. Порой, чтобы раскрыть человека, он прибегал к довольно жестким методам, как даже отметил сам Познер. Он как-то сказал, что ему цель – дожать человека. Многие считали его неэтичным или слишком юным, чтобы спорить с лидерами мнений. Однако, стоит признать, он держался достойно, не проявлял слабости перед гостем. И порой это лишь помогало для раскрытия личности и формировало авторитет интерьера. Как это получается, что вы критикуете всех, кроме Путина? Подождите, я пытаюсь понять одну простую вещь. Чего вам бояться? И вы должны конкретно отвечать на вот такие вопросы, а я вижу какой-то дискомфорт. Он задает вопросы, которые его интересуют, он не манипулирует, он честно спрашивает. И даже неудобные вопросы он спрашивает честно. Его детский подход очень напоминал активную игру в шахматы, где Юрий выступал в роли гроссмейстера, ведущего свои фигуры, вопросы в атаку. Он использовал множество разных ходов, чтобы застать своего собеседника врасплох. Где-то с помощью блефа. А кто отвечает, если кино получилось плохим? Ну, кто-то его снимал. Режиссер, если в стране что-то происходит не так, кто виноват? Это гениальная система. Это абсолютно гениальная система. Где-то вел себя непредсказуемо и, возможно, даже необдуманно. Вы вышли на пенсию? Да, я имею право бесплатного проезда в метро. Какого она размера? Моя мама... Вы, вот смотрите, можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в вашей передаче? Ну, я не вижу поводу сейчас это делать. Резко и агрессивно. Ты 26-го не ходил на митинг. Почему я не ходил на митинг? Как вы, тем не менее, реагируете на то, что вас называют марионеткой Владимира Путина? Никакой связи нет. За такой партией было очень увлекательно наблюдать, разбирать и обсуждать. Эти ходы не только делали интервью интересным, но и способствовали раскрытию гостя. Именно поэтому я не могу согласиться с мнением, что Юра проиграл интервью с Киселевым. Киселев, будучи, в общем, действительно профессионалом и очень опытным, он сразу обнажил сталь. Да, Дмитрий понимал, что его ждет, поэтому хорошо подготовился и дал отпор. Это выглядело своего рода уничтожением Дудя для зрителя. Однако, напирая своими вопросами, Юра, пускай даже бездумно, но достаточно дерзко, спровоцировал Дмитрия, подставляя себя под удар на проигрышные ответы. И в итоге он заставил его терять фигуры. Хотя я когда-то сделал детальный обзор на это интервью, давайте на чистоту. Неужели те, кто считает Дудя проигравшим, действительно думают, что напрямые такие ответы как... Почему ни в одном выпуске после Нового года не было ни слова про повышение цен? Ну, это, собственно, не является новостью, да, в данном случае. А расскажите тогда вещи, за которые вы Владимира Путина критиковали в программе. Ну, я написал, у меня недавно вышла книжка с Николаем Злобиным, и там я писал, что... И эти ответы являются уверенными и победными, не вызывая никаких сомнений. Серьезно? Любопытно, но в одном из первых видео Дудя гость затронул тему его будущего развития. Придет еще 10 крутых чуваков. Все, у нас в стране, кстати, мало. Во-первых, это не так мало. Во-вторых, задача не всегда приглашать людей, которые вызывают такой хайп, как Эмиран Сардаров. Скажешь, я тебе свангую кое-что? Давай. Вот ты не задержишься в рамках интервью. Это трансформируется частично во влог. Я вполне это допускаю. Более того, я вижу вполне журналистскую работу, которую можно было бы здесь делать. Давайте посмотрим, что происходит сейчас. Как я уже сказал, интервью ранее были очень смелыми. Он не боялся нападать на своих гостей, отстаивать точку зрения. В большей их части был конфликт. Он докапывался до судей. Интервью порой даже напоминали дебаты. Сегодня же большая часть его интервью носит нейтральный характер, что не могло повлиять на общий интерес. Он стал задавать свои вопросы намного мягче. И сейчас Дудь зачастую использует комплементарную риторику. Ранее он активно двигал свои фигуры в центр, играл позиционно. Сейчас же это больше напоминает бессмысленное противостояние, в котором обе стороны делают нелепые порой даже проигрышные ходы. Ты можешь показать мне дирекцию, чтобы мы не будем это показывать, чтобы мои глаза увидели, что у тебя действительно была переписка с Лилпампом? Нет. А зачем? Ну для того, чтобы мы понимали, что это не постирония и не вранье. Что ты говоришь правду. А зачем вам это понимать вообще? В «Женщине года» всегда должна быть какая-то загадка, я считаю. Поэтому ничего не покажу. Даже внутри нашей команды есть люди, которые говорят, «Блин, ну Щербаков, он же просто оскорбляет людей. В чем юмор?» Цели нет такой, точно. Нет такой цели. То, что вы прям друг на друга все разозлились, как собаки. Вообще респект был. Вообще не допекли, как мне кажется. Да? Мое мнение такое было, не знаю. Нет, на мой взгляд, это один из лучших выпусков. Сказали «да». Он прям походу писал, что хотел свалить. Ну наши, кто были. Он прям говорит, что хотел свалить отсюда. Ты можешь присесть полторы тысячи раз? Ну нет, конечно. Вот, еще о чем я тебе говорю. Почему он меня не раздражает? Здесь Дудь спрашивает про пропаганду и не развивает тему. Хотя с ответом явно не согласен. Пропаганда может быть хорошей? Да. Конечно. Окей. Или вот здесь с Next и похожая ситуация оказалась еще более ярко выражена. Дудь долго задавал наводящие вопросы, показывая Next'у с агрессивной стороны. А не будете ли вы их подвергать таким же репрессиям, как Лукашенко подвергает репрессиям неугодных себе? Но в итоге, задав финальный, он молча выслушал ответ, после чего тема снова изменилась. Причем Дудь выставил Next'у в самом выгодном свете, где они смогли ответить на всевозможные нападки и обвинения. А Юра это никак не прокомментировал. Я думаю, нет. Главное, чтобы не было завязано все на одном человеке, которому действительно что-то взбрендит в голову. Мир бы увидел, Европа, Россия увидели, что люди против. И это бы работало, я думаю. Почему я считаю это плохой тактикой в интервью, цель которых не только выудить информацию, но и раскрыть гостя? Сейчас объясню на простом примере. Недавно вышел мой подкаст с Николаем Чернобаевым. Отвечая на вопросы, я чувствовал комфорт и легкость. У Николая получилось создать комфортную обстановку. И он использовал ту самую комплементарную риторику и поведение. Он соглашался с моим мнением и дополнял его. Искренне могу говорить, переживать за это, задуматься над своим мнением. И может быть тогда его переменить или найти какой-то компромисс. Он кивал, оказывая невербальную поддержку. С официальным дипломом, но они в силу своих каких-то ограничений, либо там не обучаясь, либо что-то еще. Он слушал, ни на что не отвлекаясь. И даже развивал мою мысль. В моменты беседы я думал, что все идет по плану. Хорошо, и может быть у обычного зрителя будет такое же ощущение. Однако, посмотрев некоторые фрагменты в момент выхода, я обратил внимание, что где-то недостаточно развернуто ответил на вопрос. Где-то мои ответы недостаточно информативны для зрителя, как, например, даже хотелось бы мне. Критический взгляд к моим ответам как раз помог бы выбить меня из колеи комфорта и ощущения, что все хорошо. Тем самым я для зрителя мог раскрыться чуть иначе. А для самого себя я бы понял, где и на какие вопросы я не могу дать ответ. И это дало бы мне пищу для размышлений и укрепления слабых позиций, которые я мог бы использовать в будущем. И если стоит задача провести комфортную беседу, подкаст, то комплементарная риторика и поддержка своего гостя – хорошая стратегия. А если задача раскрыть гостя глубже для зрителя, заставить находить ответы на вопросы, которые гость сам считает неуверенным, и получить новую информацию, то не совсем. И когда у него вышло видео с Дмитрием Нагиевым, многие писали о том, что это одно из лучших интервью на русскоязычном ютубе, смелость вопросов сделала свое дело. Он спрашивал про 90-е, его неудачи, политику и личную жизнь. И несмотря на то, что в одном из своих разборов я говорил, что Юрий не добрал в остроте, это был пример высококлассного интервью, как по подготовке, так и по самому процессу. Сейчас он все чаще игнорирует противоречивые моменты, следует определенному набору вопросов, и нам, как зрителю, который в чем-то не доверяет гостю или хотел бы что-то узнать подробнее, интуитивно это кажется недостаточным. Недавно среди комплементарных и нейтральных интервью Дудя возник новый формат документальных фильмов. Его успешно использовали другие каналы типа редакции и АПОГОВОРИТЬ, но у Юры успешнее других получалось вызвать ими резонанс. Они активно обсуждаются и анализируются специалистами, поэтому, на мой взгляд, это стало бы идеальным продолжением и развитием канала. Новый уровень, новая ступень, новая ветвь. За время своей деятельности Юра, благодаря выбранной тактике и формату, смог сформировать свой собственный интерес, авторитет, амплуа и образ. У него ловко выходил оставить в неудобной ситуации гостя. Тем самым у зрителя появляется интерес, а особо наблюдательные получали пищу для размышлений. Попасть к нему хотел каждый. Когда-то это было очень ярким и, наверное, для артистов долгожданным событием попасть к Дудю, потому что это было очень-очень элитарно, выборочно и, опять-таки, точно. Сейчас же интервью носят более комплементарный или нейтральный характер, а от гостей хочется получить больше ответов, чем они дают. Вот мой ответ на вопрос, почему настоящее интервью уже не так интересно смотреть. Почему так произошло? Скорее всего, Юра поставил просто на поток свои интервью, как и предсказывал Нагиев. Либо идеи каждый раз закидывать гостя пошлыми, неудобными, дерзкими шутками перестали приносить того же, та же и удовольствие лично для себя. Хотя тот формат документальных фильмов мог продолжать резонировать и вызывать обсуждения в медиапространстве, чего сейчас происходит крайне мало. Впрочем, у каждого свои потребности, цели и задачи, поэтому правильно будет их уважать. Но лично мне и тем, кто преследует другие ценности, чего-то действительно стало не хватать. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. А это был мой взгляд на новые сезоны канала «Вдуть». Нас ведь что губит? Поток, поточность производства.